а вы знаете что такое доллар привет меня зовут евгений это проект популярная география по давляющему большинству людей ответ на этот вопрос представляется вполне очевидным все или почти все знают что это такое или по крайней мере они думают что знаю что такое доллар сразу на ум приходит какая-нибудь зеленая банкнота с изображением какого-то американского президента практически все ассоциируют доллар когда у нем заходит речь с долларом соединенных штатов америки здесь то и начинается самое главное попробуйте дать определение доллару не получается не расстраивайтесь вы не одиноки в реальности лишь очень немногие смогли бы дать конкретное определение понятию доллар и еще меньшее число из них представляет почему правильное определение этого термина жизненно важно для экономического и как следствие политического процветания общества так как политика это концентрированное выражение экономики если бы доллар обращался только внутри соединенных штатов америки то этот вопрос касался бы только американцев однако он играет функцию мировой резервной валюты в нем проводится основная масса международных расчетов а две трети наличных долларов находится за пределами территории соединенных штатов америки именно поэтому вопрос о том что же такое доллар должен волновать всех кто пользуется им в повседневной жизни важность конкретного определения термина доллар достаточно очевидно доллар считается денежной единицей а в любой рыночной экономики цена практически всех услуг и товаров устанавливается именно в таких единицах следовательно для правильного понимания того в чем осуществляется измерение прежде всего необходимо определить что представляет собой это самые единицы измерения самого начала существования соединенных штатов америки и по сегодняшний день согласно действующему американскому законодательству деньги соединенных штатов америки выражены в долларах более того монеты и валюты соединенных штатов включая ноты федерального резерва является законными платежными средствами для всех долгов общественных комиссий налогов и причитающихся платежей то есть все монеты и валюта включая ноты федерального резерва которые выражены в долларах являются деньгами и законными платежными средствами отсюда можно сделать вывод что совершенно необходимо точно определить что же из себя представляет термин доллар поскольку без этого невозможно четко понимать что является официальными деньгами соединенных штатов америки а что такое законное платежное средство вот здесь то и начинается самое интересное на сегодняшний день не существует четкого вменяемого определения ныне существующего доллара подавляющее большинство людей ассоциирует понятие доллар с нотой федерального резерва на котором написано 1 доллар и изображен с одной стороны портрет вашингтона а с другой пирамида так вот ассоциация такая является полностью ошибочно нигде ни в одном документе не сказано что но то федерального резерва в 1 доллар это действительно доллар единственная правда заключается в том что нынешний американский доллар это действительно пирамида фантастических размеров еще интереснее становится когда читаешь кодекс соединенных штатов в нем говорится что ноты обязательства федерального резерва подлежат обмену на законные деньги по требованию в министерстве финансов соединенных штатов или в любом банке федерального резерва поскольку ноты федерального резерва подлежат обмену на законные деньги следует что они во-первых и прежде всего не являются законными деньгами и во-вторых ни в коей мере не являются долларами, то есть теми самыми единицами, в которых должны быть выражены деньги Соединенных Штатов Америки. Вообще, подмена понятий у частных центральных банков, а именно таковым является Федеральный резерв и их банкиров, это явление повсеместное и историческое. Оно возникло тогда же, когда в 1694 году образовался частный банк Англии. Поэтому доверять словам подобных людей можно, лишь используя принцип «доверяй, но проверяй», иначе обманут и глазом не моргнут. Так случилось и в этот раз. За период с 1920 года по настоящее время происходило постепенное вымывание и подмена тех или иных слов и понятий, которые изначально присутствовали в нотах Федерального резерва. На банкнотах серии 1928 по 1950 Е существовало обязательство. Соединенные Штаты Америки заплатят подателю по требованию, указанному количеству долларов. До 1934 года на нотах была надпись «Подлежит обмену на золото по требованию в казначействе Соединенных Штатов». Или на золото, или законные деньги в любом банке Федерального резерва. После 1934 года надпись изменилась и гласила «Эта нота подлежит обмену на законные деньги в казначействе Соединенных Штатов или любом банке Федерального резерва». Начиная с серии 1963, слова «Заплатят подателю по требованию» перестали появляться, а Федеральный резерв просто указывает определенное количество долларов. Также после этой серии включительно с банкноты исчезли какие-либо обещания о том, что они подлежат обмену. Таким образом, начиная с серии 1963, ноты Федерального резерва превратились в чисто бумажную или декретную валюту, которую можно с полным основанием охарактеризовать как «Никто никому ничего не должен». Несмотря на то, что ноты Федерального резерва остались законными и платежными средствами Соединенных Штатов Америки, последовательность изменения в тексте на банкнотах постепенно изменяли сам их смысл, заменяя обеспеченные деньги, то есть изначально имеющие свою собственную внутреннюю стоимость, на деньги бумажные, то есть полностью не обеспеченные. Однако в обращении на территории Соединенных Штатов Америки ходят не только банкноты, но и монеты. С ними дела обстоят еще сложнее. Современное американское законодательство предусматривает, что разные типы монет, номинированных в долларах, это монеты отчеканенные из разных металлов. Меди, никеля, серебра, золота и платины. Платиновые монеты достаточно редки, и поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Хотя они добавляют жару в общую путаницу. Монеты из основных металлов, это долларовая монета, которая весит 8,1 грамма. Полудолларовая монета весит 11,34 грамма. Квотер или четвертак, 25 центов, весом 5,67 грамма. И дайм, 10 центов, весом 2,268 грамма. Все эти монеты изготовлены из медно-никелевого сплава. Если вес дайма, квотера и полудолларовой монеты правильно коррелируются между собой по весу, то долларовая монета либо слишком легка по отношению к ним, либо остается слишком тяжелой по отношению к доллару. Поэтому в связи с этим возникают совершенно логичные вопросы. Медно-никелевая монета, весящая 1,1 грамма, это доллар? Или 2, 4 или 10 медно-никелевых монет, которые в сумме весят 22,68 грамма? Это доллар? Или доллар это тот или другой вариант? Или не то и не другое? А что-то еще, к чему вес монет не имеет никакого отношения? Дело еще больше запутывается, если добавить сюда монеты других типов. Золотые монеты Соединенных Штатов Америки включают в себя 50-долларовую золотую монету, которая весит 33,931 грамма и содержит 1 тройскую унцию чистого золота. 25-долларовую монету, которая содержит половину унции чистого золота. 10-долларовую монету, которая содержит четверть унции чистого золота. И 5-долларовую монету, которая содержит десятую унцию чистого золота. Если с монетами в 50, 25 и 5 долларов все нормально и логично, пропорции четко выдержаны, то монеты в 10 долларов выпадают из этого ряда. Вновь возникает вопрос, доллар это сколько? 1,5 или 1,40 часть унции золота? Или то и другое? Или не то и не другое? Теперь взглянем на серебряные монеты. Точнее монету. Она всего одна. На ней написано 1 доллар. Она весит 31,003 грамма и определяется, что в ней содержится ровно унция серебра 999 пробы. У любого разумного человека возникает совершенно логичный вопрос. Где разумное соотношение между долларом, который содержит 31,1 грамма серебра 99 пробы, долларом из золотого сплава весом 0,679 граммов и долларом весом 8,1 грамма из медно-никелевого сплава? Существующая ситуация никак не отражает эквивалент покупательской способности этих металлов. Также нет никакой связи с ценами этих металлов на свободном мировом рынке. Тогда почему, по какому закону или теории все эти монеты называются одинаково? Доллар. Кодекс Соединенных Штатов Америки не дает ответ на этот поистине захватывающий, я бы даже сказал потрясающий разум и воображение вопрос. Более того, он предлагает, что такой вопрос вообще не должен никогда быть задан. Кодекс указывает, что министр финансов должен погашать золотые сертификаты, принадлежащие банкам Федерального резерва. В то время и в том количестве, которые министр сочтет необходимым для поддержания ровной покупательской способности каждого типа валют Соединенных Штатов. Совершенно очевидно, что золотая монета номиналов 50 долларов обладает покупательской способностью, мягко говоря, несколько больше, чем нота Федерального резерва в 50 долларов. Или 50 медно-никелевых монет по доллару. Также и покупательная способность серебряной монеты в 1 доллар превышает покупательную способность банкноты такого же номинала медно-никелевого доллара. Или даже двух монет по половине доллара. Что из этого следует? Да то, что министр финансов Соединенных Штатов Америки не способен выполнить свои предусмотренные законом обязательства. Поддерживать паритет или ровную покупательскую способность всех типов валют Соединенных Штатов Америки. Между собой банкнот, монет из обычных металлов, серебряных и золотых монет. Если сказать иными словами, он находится в состоянии постоянного дефолта. Выводы делайте сами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кто не подписан, подписывайтесь. Впереди много интересного. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч на проекте Популярная география. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok